сегодня в завтрашний день не все могут смотреть вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать а вот забыть братьев кличко могут точно не все ведь они 10 лет доминировали в тяжелом весе и являются наверное самыми популярными братьями боксерами в мире приветствую вас стальные челюсти медузы с вами федорович а в этом видео мы посмотрим на поединки в которых братья клички уничтожали своих оппонентов за излишнюю дерзость и неуважение еще вчера все думали что завтра будет сегодня а ведь так и было но это истины шеннон брикс так и не познал зато он отлично знал как провоцировать оппонентов и устраивать настоящий цирк трештока который ему удавался не то чтобы на славу но и слава была недалеко на каждой пресс-конференции он делал все чтобы затроллить и унизить витаху искусство это масштабы массаж души через глаза а бокс это массаж челюсти через кулак что там что там слова излишне а у наших чемпионов слова стали лишними 16 октября 2010 года когда оба бойца вошли в ринг виталий кличко защищал свой чемпионский пояс wbc причем уже в пятый раз после повторного возвращения а шеннон брикс соответственно хотел его забрать ну или хотя бы за него подержаться есть люди которые абсолютно не видят никаких запахов а вот полное несоответствие слове действия от брикса увидели все бой проходил под полным доминированием кличка который не давал дерзкому балаболу никаких шансов в конце седьмого раунда только гонг спас его от нокаута но думаю что американец был бы этому только рад ведь за весь бой бедняга пропустил в голову более 300 жестких ударов а после боя брикса немедленно отвезли в больницу где он даже впал в кому но его успешно вытянули при этом диагностировав сломанный нос повреждения глаз и тяжелые травмы черепа виталий конечно же одержал победу единогласным судейским решением но для соперника это был бой который бы лучше закончился досрочно победа означает лишь только то что мы выиграли но все еще впереди а вот для мануэля чара все осталось позади не только лишь все но и впереди его тоже ждала немало мануэль был невероятно уверен в себе и везде где только можно заявлял о своей быстрой разгромной победе над виталием кличко а эту его уверенность подтверждал рекорд в 21 победу без поражений 8 сентября 2012 года все маски были сброшены а перчатки одеты как говорится с помощью дверей можно проходить сквозь стены а вот с помощью кулаков можно закрывать двери в черепе чтобы больше лишнее не выдувала полное доминирование кличка обернулась для чара нокдауном во втором раунде на в четвертом доктор остановил бой из-за страшнейшего рассечения у чара отчего немец был очень недоволен но думаю в душе счастлив не а ну не возможно ничего сказать кроме слов а вот сделать можно многое болгарин курбат пулев делал и говорил о чем много, чтобы наконец-то сразиться с Владимиром Кличко. Имея 20 побед без поражений, Курбат был уверен, что размажет Володьку как невнимательный прохожий сюрприз от Тузика по асфальту. Нужно сказать, что несмотря на то, что этот бой не могли организовать довольно долго, Кличко при первой же возможности сел за стол переговоров и подписал контракт. Несмотря на то, что ему было что терять, ведь для него это была 17 защита поясов IBO и IBF, 13 защита пояса WBO, 7 защита пояса WBA и 10 защита пояса The Ring. Хорошо, что бой сегодня, а не завтра, как вчера. А для бойцов сегодня настало 15 ноября 2014 года, чему зрители были невероятно рады. Первый же раунд принес массу эмоций, бойцы начали жестко рубиться и обмениваться совсем не сладкими ударами. Но самое удивительное было то, что Володя поплыл после, казалось бы, обычного джеба от Курбата. Но устоял, после чего совершенно неожиданно кошачьей лапой отправил Пулева на канвас, заставив Рефа открыть счет. Но на этом праздник не закончился, и Володя в этом же первом раунде снова отправил Болгарина на канвас. Кто не обедает, тот не ест, а кто не защищается, тот падает, что успешно и подтвердил Пулев в третьем раунде, в очередной раз побывав на канвасе. Ну а в пятом раунде Кликон еще раз, так сказать, в последний завершающий, отправил Пулева на канвас, но теперь уже в нокаут. Если шарик лопнул, его уже не надуешь. Вернее, надуешь, но другой. А если боец проиграл, он уже не победит. 2 июля 2011 года дерзкоборский Дэвид Хэй наконец-то дождал за своего шанса, чтобы завладеть поясами тяжелого веса. Этот бой назревал еще с 2008 года, когда Дэвид Хэй стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и решил, что с этими дрыщами ему делать нечего и пора уже уничтожать супертяжей. Ну а лучшими тяжеловесами были братья Кличко. На тот момент организовать бой с любым из братьев было невозможно. Сначала нужно было доказать, что Дэвид достоин чемпионского поединка. И он доказал, сенсационно победив по очкам Годзилла подобного Валуева, забрав у него пояс WBA, после чего Хэй дважды его защитил. Таким образом, все пояса, кроме WBA, были у братьев Кличко. А значит, организация боя стала возможной. И Дэвид сделал все, и даже больше, чем нужно, чтобы этот бой вызвал огромный интерес. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА У хорошего боксера всего два удара, четыре из которых могут отправить в нокаут. А у Трэш Токера сотни слов, но ни одно из них не способно нокаутировать. Когда начался долгожданный бой, зрители в очередной раз убедились, что слово и дело частенько идут разными дорогами. Володя полностью контролировал бой и разбивал Хэй с дистанции своими фирменными джебами. Дэвиду абсолютно никак не помогала его прославленная скорость ударов. Он просто не мог достать до оппонента, который переиграл его, как шахматист рыбака в гандбол. Поэтому победа Кличка единогласным решением судей была закономерной. Не яйца красят человека, а человек яйца. А вот бойца красят его бои, а не слова перед боем. 18 февраля 2012 года Виталику Кличко довелось встретиться в ринге с самым отмороженным и дерзким тяжеловесом всех времен – Дереком Чесорой. Но перед этим, воспитанным и неярким на слова Кличкам, пришлось вытерпеть немало пощечин, дерзких выходок и оскорблений. Уже завтра, сегодня станет вчера. Поэтому берите от него то, что послезавтра уже не вернуть. Как и Чесора уже не мог вернуть слова, которые выгрузил на бедные уши Кличка, за что и расплачивался сегодня в ринге. Полное доминирование Виталия и тотальное уничтожение Дерека возможно даже вызвали у кого-то слезу жалости, но только не у боксеров. Кличко, как профессор в университете, в котором вы точно не захотели бы учиться, наказывал дерзкого студента-алкаша на задней партии, отгружая на голову такое количество жестких ударов, от которого любой другой уже давно бы беседовал с предками. Но Дерек выстоял все 12 раундов. Победа Кличка единогласным решением не вызвала вопросов ни у кого, даже у Чесоры, который аплодировал оппоненту. Кто бы что ни говорил про скучный и однообразный бокс от братьев Кличко, но они останутся в истории бокса, как одни из сильнейших боксеров тяжелого веса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы наказываете за трешток. Наказание дерзких беляшей за грубое молчание тоже считается. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.